Древний Иерусалим В первой части программы мы говорили о нем как о городе паломников То есть в основном о паломничестве О самом же храме лишь постольку, поскольку он был целью паломников И в этой связи играл ключевую роль в экономической жизни города Сегодня мы рассмотрим храм чуть внимательнее Что вообще такое храм? Храм это место обитания Бога, конечно И иудаизм отличался от прочих религий единственностью Бога и храма Синагог было множество в каждом городе А храм был вообще всего один у Бога Израиля Это было место, где Бог обитал особым образом Где он являл себя совершенно особым образом И два момента имеют к этому факту самое непосредственное отношение Во-первых, особая святость храма и всего, что связано с ним И во-вторых, высочайший авторитет служителей храма Священники и левиты выполняли различные ритуальные обязанности Связанные сначала с так называемой скиней, мешканом на иврите А потом и с храмом Под ритуальными обязанностями я имею в виду прежде всего Совершение жертвоприношений, различных воскурений и тому подобных действий Однако их служба этим не ограничивалась Пророк Малахия говорит Уста священника должны хранить ведение И закона ищут от уст его Потому что он вестник Господа Саваофа То есть священники были также учителями Торы И даже поздние раввины, жившие в эпоху постхрамовую, после разрушения храма Признавали, что храмовая гора была тем местом, из которого исходило наиболее авторитетное учение Торы Именно в храме хранились те свитки текстов писания, с которых делались копии И знаменитый раввин Йоханан бен Закай, которому иудаизм во многом обязан своим выживанием После разрушения храма сидел и учил не где-нибудь, а именно в тени святилища Вот именно эти слова использованы в трактате Песахим Вавилонского Талмуда И снова за это мы также знаем, что и Мессия Ишуа учил народ, в том числе и в храме В так называемом притворе Соломоновом Там же учили его апостолы Петр и Иоанн Об этом тоже вы можете прочитать сейчас на экране, книга Деяния об этом говорит совершенно ясно В самой Торе есть две главных идеи, связанных с храмом Это искупительные жертвы и ритуальная чистота Тора содержит постановление о самых разных жертвах И не все они были жертвами за грех Однако после Вавилонского плена искупление греха стало играть главную роль во всей системе жертвоприношений Из истории о друге Йоханана Бензакая, рабе Йошуа, можно увидеть, что по крайней мере Некоторые раввины увязывали предназначение храма прежде всего с искуплением А вот раби Натана говорит, что увидев развалины храма вскоре после 70-го года нашей эры, когда храм был разрушен Раби Йошуа воскликнул горе нам, что это место, где совершалось искупление беззаконий Израиля, лежит в запустении Второе понятие, ассоциировавшееся с храмом, это понятие о ритуальной чистоте И вот современному человеку, то есть нам с вами, может быть, трудно понять, что это такое Потому что, во всяком случае, это одна из причин таких трудностей Мы привыкли к тому, что святость, это, ну как бы сказать, это нечто запредельное и недосягаемое с одной стороны А с другой стороны, мы, верующие в Йошуа, вроде бы как все святы В общем, так или иначе, но во времена храма ритуальная чистота была как бы физическим условием При соблюдении которого человек мог соприкасаться со святостью без ущерба для себя Перевожу на простой язык Вот если вы вошли туда, где обитает святой бог, в состоянии ритуальной нечистоты, то вам будет худо А если вошли в божественное присутствие в состоянии чистоты, то, соответственно, все будет в порядке Целые невредимые, оттуда выйдете Нам с вами проще всего понять, что такое нечистота на примере инфекции Нечистота заразна и передается в основном через прикосновения и через жидкости И поэтому, например, тщательное очищение всех сосудов для пищи и питья становится, соответственно, очень важным занятием Еще одна аналогия в том же ключе Вот представьте себе, что вы привезли человека в больницу, человека нужно оперировать Вы придете с этим пациентом в приемный покой Но в операционный зал, даже если это ваш близкий родственник и так далее Вы не сможете войти в уличной одежде Потому что там, в операционной комнате, должно все быть абсолютно стерильно Поэтому тот, кто туда входит, должен пройти предварительно некую процедуру очищения Хирурги это называют мыться То есть вымыть как минимум руки, а также одеть на себя всю стерильную одежду Что считалось источником нечистоты? Трупы, истечение из мужских и женских половых органов, нечистые животные, запрещенная пища И все имеющее отношение к идолопоклонству Последнее означало, в частности, что язычники всегда находились в состоянии ритуальной нечистоты Хотя среди раввинов, по-видимому, были дискуссии о различных степенях этой нечистоты Сделать отсюда вывод о том, что точно так же, как язычник всегда постоянно ритуально нечист Просто потому, что он необрезанный идолопоклонник Соответственно, также еврей всегда ритуально чист, только потому, что он обрезанный, поклоняется творцу Сделать такой вывод было бы неверно Общепринятая точка зрения была, скорее всего, такова Что постоянно в состоянии ритуальной чистоты находились только священники, служившие в храме В то время как обычные израильтяне должны были очищаться перед каждым посещением оного Кстати, фарисеи, которые упомянуты в Новом Завете Они ставили своей целью освящение всего народа Израиля То есть достижение каждым евреям того же состояния ритуальной чистоты, которое было у священников Цель, безусловно, благородная Фарисеи были не единственным религиозным течением, кто определял себя и свои задачи на языке храма То же самое можно было сказать и о саддукеях, и о ессеях Что, в общем-то, неудивительно, ведь храм был наиважнейшим местом для каждого еврея Но их степень отождествления с храма вот этих различных групп была, конечно, разной И поэтому неудивительно, что после разрушения храма выжили только те, для кого храм при всей его важности Все-таки не был альфой и омегой В частности, фарисеи и мессианские евреи Теперь давайте поговорим о трех группах людей, имевших к храму наиболее непосредственное отношение Это первосвященники, священники и левиты Три отдельных группы, которых можно представлять себе в виде вот таких трех концентрических кругов Левиты — это самый широкий внешний круг Мужчины из колена Леви, кроме потомков Аарона Священники — это, соответственно, потомки Аарона, а первосвященник — из числа священников Читатель Нового Завета может обратить внимание на то, что в Евангелиях слово «первосвященник» употребляется во множественном числе, неоднократно Почему? А ведь должность-то первосвященника всегда была только одна, казалось бы, да, так почему же первосвященники? Но дело в том, что те первосвященники, о которых говорит Новый Завет, это была действительно группа людей В которую, кроме действующего в данный момент, в этом году, первосвященника Входили те, кто занимал эту должность в прошлом, а также некоторые храмовые функционеры, если так можно сказать Первым из них по значимости был так называемый Саган, он же Нагид Это был фактически заместитель первосвященника, который при необходимости мог выполнять его функции В Евангелиях и Деяниях эта должность называется «начальник стражи» Далее, на следующей ступени первосвященнической иерархии вот этих функционеров Стоит Роша Мишмар, так называемый, то есть глава группы священников, служивших в течение конкретной недели Затем Рош Бейта Ав, главный священник в дневной смены И затем семь храмовых надзирателей, которые называются на иврите Амаркалим И еще три или больше казначеев, Гизбарим В общей сложности это был довольно узкий круг, человек 15-20 И вот их-то авторы Евангелия и называют зачастую одним просто словом первосвященники Однако, на мой взгляд, самой интересной фигурой из всех этих людей является действующий первосвященник Изначально эта должность первосвященника была пожизненной и передавалась по наследству от отца к старшему сыну То есть от Аарона, брата старшего Моисея, к Элазару В синодальном переводе на старославянском это имя Елеазар Затем к его сыну Пинхасу или Финиесу и так далее Затем при царе Давиде к сыновьям Элазара добавилось также по неуказанной в Танахе причине Сыновья самого младшего сына Аарона и Тамара Об этом написано в 1 Паралипоминон, 24 главе, 1-6 стихах Затем в эллинистический период истории Израиля было такое расхожее мнение Что первосвященники были только потомками Цадока Священника, который помазан царя Шломо, то есть Соломона, на царство И никто другой уже не имел права на эту должность Однако во время борьбы с эллинизацией Хасманеи прибрали эту должность к рукам И в 152 году до н.э. назначили первосвященником брата Иуды Маковея, Ионатана После него был его брат Шимон, его потомки И вплоть до 63 года до н.э. то есть до завоевания римлянами эры Цесраэль Первосвященники из рода Хасманеев были членами правящей верхушки Вот этой еврейской автономной области или еврейского автономного государства Впоследствии Ирод Великий ввел новую практику Он просто назначал и смещал первосвященников по своему собственному усмотрению И после него римляне продолжали это делать вплоть до Первой Иудейской войны Которая длилась с 66 по 70 годы н.э. После войны эта должность просто исчезла вместе с исчезновением самого храма Нам с вами, современным людям, очень легко заключить отсюда Что поскольку первосвященники были, можно так сказать, назначенцами Или ставленниками тех или иных политических сил То, соответственно, эта должность стала абсолютно коррумпированной И в последние столетия своего существования утратила всякую религиозную значимость Ясно, что многие люди были не в восторге от вот такой ситуации, которая сложилась И они понимали, что не все в храме работает так, как должно Но, тем не менее, делать отсюда вывод о том, что первосвященника народ вообще не уважал Было бы неправильно В конце концов, это был по-прежнему единственный человек, который раз в году входил за завесу во святое святых И совершал искупление, во-первых, своих собственных грехов И, во-вторых, грехов всего народа Израиля И эффективность его служения, что интересно, зависела не от его личных качеств Или их отсутствия, а от самой должности Откуда вот такой любопытный момент нам известен Об этом, а также о священниках и левитах в следующей завершающей части программ на тему о храме Спасибо, шалом Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа А также передать свежее послание из Сиона Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.OasisDefisMedia.tv Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте